Так, перезваниваемся. Буквально где-то недели три назад мы с Сашей общались по телефону. Он рассказывал о себе, о жене, о сыне, как там дела у них. Новые друзья тоже интересные. Я вот как-то был на приеме в делегации России, когда Путин был президентом. Меня как офицера почета легиона Франции вместе с Володей Титовым пригласили в делегацию. Я смотрю, девушка симпатичная стоит. Подошел, Патрисия, Патрисия, Патрисия Касс. А я говорю, Саша Серебро. И мы с ней так 45 минут, так душа в душу. Вот новый друг тебе вообще. Мы много раз после его уже выхода на пенсию бывали с ним на охоте. Имели трофеи серьезные, значит, бывали на рыбалке, отдыхали в санаториях. В основном это Сосновый Бор Кировской области, куда он приезжал на месяц. И мы с ним по месяцу жили в одной квартире с утра до вечера. Значит, имели очень тесные контакты. Покинув в 1995 году РКК «Энергия», Серебров стал известен и как советник президента страны. Что он был советником президента России, значит, по вопросам соответствующим. Ну, меня пригласил к себе работать Батурин. Пригласил меня к себе, говорит, вот давай, потому что я один зашиваюсь. На нем еще и космос висит, и все, и пятый, и десятый. Потом, когда я уже стал у них работать в Кремле, да и Ельцина я хорошо знал к тому времени, уже с ним познакомились близко, на отдыхе как-то. Потом только появился помощник по космосу, Шапшников, маршал. Но он мне прямо сказал, Саша, ты мне помогай, потому что я, говорит, в космосе вообще ничего не понимаю. В авиации, говорит, я понятно, а в космосе я не в зуб ногой. Вот так что ты мне помогай. Так что я вот был референтом сразу у двух помощников президента. Так что работки хватало, тем более, что интересно было. В 2000 году Серебров покидает постсоветнику президента и целиком отдает себя обширной общественной деятельности. Летчик-космонавт СССР Александр Александрович Серебров после первого полета в космос в 1982 году стал героем Советского Союза. Затем кавалером двух орденов Ленина и медали «Золотая звезда». Был награжден орденом Октябрьской революции, орденом Дружбы народов, медалью за заслуги посвоения космоса. Заслуги Сереброва отметили и за границей. В 1988 году во Франции он получил почетное звание офицера Ордена Почетного легиона. В том же году стал кавалером Ордена Народной Республики Болгария в первой степени. В Сахаре снег выпал, ну что ли? Это же... И никто не хочет... Авдуевский, вот мой учитель, вместе с Лесковым, который правнук того, который блоху подковал профессором, мне не знаю, это не Маша, они посчитали, что если мы на земле будем вырабатывать энергии размером в 0,05% от того, что падает к нам от Солнца, то у нас процесс необратимый, у нас земля прекратит существование, перегрев будет и все, и так далее. Это что, непонятно, что ли? Никто не хочет понимать. Нам нужен мальчик, который скажет, а король-то голый. Понимаете? Ну, давайте я скажу, у меня я никого не боюсь, ничего не дают. Ночь прошла, будто прошла бой. Спит земля, пусть отдохнет. Пусть у земли, как и у нас с тобой, Там впереди долгий, как жизнь. Пусть я возьму этот большой мир. Каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, Вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, Вряд ли звезды примут нас. Сколько я летал, мне ни разу не снился космический сон, не снился столько сны о Земле. Я возьму Щебет земных птиц, Я возьму Добрых ручьев Леск. Я возьму Свет грозовых сорниц, Шепот ветров, Зимний пустой. Леск. Я возьму Я возьму Большой Мир Каждый день, Каждый его час. Если что-то Мир 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 Я возьму Мир 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 Продолжение следует...